Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. И я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Сегодняшний сюжет у меня будет очень необычный и, можно даже сказать, смех сквозь слезы. Касательно, опять-таки, уникальных случаев, которые могут случиться только в Швейцарии, как я думаю, а также, естественно, медицина в Швейцарии не всегда на высоте. Кому интересна эта тема, поехали вместе со мной. Ну, а кому неинтересна, найдет для себя подходящий сюжет в моих многочисленных плейлистах. Ну что, поехали! Кстати, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ленички вчера сняли шов. А тут его даже не видно, но все заклеено. И наклеили специальную штучку. Оно как бы водонепроницаемое на всякий случай. Надо ходить с костылями. Да-да-да. Не, ну ты, во всяком случае, идешь ровно и не хромаешь. Не могла не поделиться этой уникальной историей. У меня есть постоянная клиентка, бабулечка, которая каждую субботу ходит сюда, начиная с 1978 года. Уникальная бабулечка. Никто не хочет ее брать, потому что она много разговаривает. Но я понимаю, что человек одинокий, живет одна, ей надо выговориться. Поэтому меня она абсолютно не раздражает. И, кстати, именно эта бабулечка очень сильно переживала за Женечку, потому что у нее, оказывается, поменяли два сустава уже с перерывом 5 лет. И она мне чуть ли не сальсу тут вытанцовала, показывая, какие она может выкрутасы делать с этими суставами. Что ничего страшного нет в этих операциях, и она живет себе вообще без каких-либо ограничений. Никаких болей у нее никогда не было. Короче, все у нее прекрасно и великолепно. И вот она пропала. Сначала я была в отпуске, ее не видела, потом вышла из отпуска, опять ее нет. Я уже спрашиваю у коллег, сотрудников, где это Ида? Они говорят, ой, давно ее не видели. А я уже начала переживать, что с ней случилось. И вот сегодня она была у меня на приеме. И как выяснилось, что таки да, не зря я переживала за нее. Она чуть не умерла. Ну и, конечно же, ситуация вообще просто абсурдная. Значит, ей 72 года, и она впервые столкнулась с такой проблемой. Итак, она приехала на встречу раньше времени и решила присесть в кафешке выпить кофе. И тут прилетело несколько ос. Значит, кто меня спрашивал в Швейцарии, как здесь обстоят дела с москитой, комарами, здесь это никак нас не беспокоит. Но нашествие ос – это просто невыносимо. А также мух, кто живет рядом с фермами. Так вот, оса ее укусила. Боже, никак не закончу. Короче, ее укусила оса в районную шею лица головы, и она моментально вырубилась без сознания. Слава богу, что это кафе было напротив аптеки, и люди, которые сидели рядом, это увидели. Побежали в аптеку. В аптеке есть кнопка тревожная. Нажали эту кнопку, приехала полиция с пожарниками почему-то. Короче говоря, они начали ее реанимировать и вызвали скорую помощь. На скорой помощи привезли ее домой. И в итоге у нее была остановка сердца. Ей потом адреналин впрыснули и, короче, привели в чувство. В итоге пришла она в себя. Три ребра сломаны, потому что пока ее откачивали санитары, дыхание ей делали, сломали ребра. Еще 10 дней в больнице. Плюс счет пришел за скорую помощь. И вот тут мне тоже интересен такой факт. Скорая помощь в Швейцарии стоит от 500 до 1000 франков в зависимости от кантона. В Цюрихе где-то 1000, стоит у нас 800 франков. Ей пришлось заплатить 500, какую-то часть оплатила страховка. Но когда человек лежит без сознания на улице и прохожий вызывает ему скорую помощь, то счет может прийти этому прохожему. Потому что этот человек не просил вызывать ему скорую помощь. Он может потом опротестовать этот счет, и счет пришлют человеку, который вызвал. Представляете, какой кошмар. И теперь она должна все время с собой носить адреналин. Вот так вот прожила больше 70 лет и не знала, что у нее такая жуткая реакция на ОС. И вот теперь, когда я ее спрашиваю, а кто заплатил счет за эту скорую помощь? Она говорит, я, конечно же, но я так рада, у меня даже нет никаких вопросов. Слава Богу, что они вызвали скорую, потому что они спасли мне жизнь. Ну а есть люди, которые потом опротестовывают, читая, говорят, я не вызывал, я не просил, чтобы не вызывали. Интересно будет пообщаться с вами в комментариях, как в ваших странах обстоят такие вопросы, сколько стоит скорая помощь. И, конечно же, я этого не понимаю. Одно дело, конечно же, просто так вызывать скорую помощь с температурой или просто из-за каких-то соплей, это, конечно же, ненормально и должно как-то наказываться штрафом. Но если вызвали скорую человеку, который просто умирает, либо вообще лежит без сознания, еще его за это штрафовать такими огромными суммами, это, конечно же, выше моего понимания. Тут же предвижу ваш вопрос, а как же добираться в больницу, если плохо? Значит, в любом случае есть какие-то родственники, друзья, дети, соседи, в конце концов, которые их могут отвезти на транспорте. Некоторые садятся сами за руль и едут. Ну а если не могут, конечно же, просят каких-то знакомых. Либо на общественном транспорте добираются, потому что это в любом случае дешевле, чем скорая помощь. В крайнем случае, даже такси вызвать по городу, такси будет стоить 120-200 франков дешевле, чем скорая помощь. Вот, так что, товарищи, те, кто только приехал в Швейцарию, еще не знают этих нюансов и привык к такому люксусу с опцией скорая помощь, здесь это не бесплатно, здесь это всегда наказуемо. И пару слов хочу сказать про бабулечку, которая не пропустила ни дня, каждую субботу она приходила к нам в бассейн и заказывала себе массаж. Это еще одно отличие наших пенсионеров от швейцарских. То есть она может себе позволить целый день провести в термальном комплексе, заплатить себе за массаж 110 франков каждую неделю. И это не оплачивает страховка, естественно, это она оплатит со своего кармана. И это уже как бы уровень жизни, да, если человек привык к этому, он всю жизнь так жил, естественно, и на пенсии он продолжает жить так же. Где-то ужмется, если вдруг не может себе уже этого позволить, где-то сэкономит. Как вот мой дедулечка, помните, который танго танцует, он говорит, я вещи покупаю в секонд-хенде, для меня это никакая не проблема. Вон у соседки умер муж, я пошел, оделся с ног до головы. Но зато я велик купил электрический за 3000 франков, который мне важнее, а вещи мне неинтересны. Вот в чем хожу, в том хожу. Поэтому здесь всегда приоритеты люди ставят. Что важнее, то и платим. А то, что не важно, на этом можно сэкономить. Но все равно поддерживать какой-то хороший уровень жизни, более-менее высокий. Конечно же, рвется сердце, разрывается, когда вижу даже в каких-то передачах, документальных фильмах этих несчастных бабулечек с выбитыми зубами, в каких-то косыночках, в каких-то вещах из прошлого. Вообще даже близко там нету, моды какой-то и так далее. Сидят на каких-то лавочках возле деревянных домиков без газа, без отопления. Конечно, сердце кровью обливается. Такой жизни, конечно, врагу не пожелаешь. Но они-то не знают другой жизни. И они могут быть счастливы, и их может все устраивать. Поэтому все в этой жизни относительно. Еще раз хочу напомнить, что мой сюжет ни в коем случае не хочет никого обидеть. Ни в коем случае не хочу я преподнести себя выше других. Это просто я делюсь своим опытом, как живут люди, которые меня окружают в Швейцарии. И что еще мою тетю Женечку удивило, вот в этом санатории, где она, что, конечно же, там в основном пожилые женщины, пожилые люди, то ли после операции, то ли просто там отдыхают. Но в основном это все пенсионеры достаточно пожилого возраста. И они могут себе это позволить. Я, конечно, понимаю, когда вы мне там пишете, что там особенного в завтраке, в питании, в Украине, там в России тоже есть такие санатории, где так прекрасно кормят. Это все понятно. Но я не думаю, что в 70-80 лет люди могут себе сами самостоятельно позволить оплатить такой санаторий. И, кстати, моя свекровь буквально на днях вернулась из Тичина, где она две недели была в санатории. То есть мы даже не знали об этом. Тут нет такого, как моя Женя рассказывает, что ее подруги, сын оплатил в санаторий. Тут никто никого даже в известность не ставит. То есть это ее личные жизни, ее личные дела, ее личные проблемы. Она сама себе поехала в санаторий. Она себе может это позволить. Даже на небольшую пенсию. Люди просто, у них другие приоритеты в жизни. И вот моя тетя тоже заметила, что они очень все просто одеты. Никто не гонится ни за какой модой. Бабулечек, кстати, у многих ноготочки красненькие на ногах и на руках. То есть педикюры, маникюры. Это молодежь экономит. Кстати, посмотрите на мою красоту. Я вообще не помню, когда я в последний раз делала маникюр. Может быть, вы мне подскажете. Потому что я не помню. К подологу я хожу раз в месяц. Но ногти, маникюр, вот. Я даже ничего нигде не обрезаю. Потому что, ну, во-первых, я массажист, да. А во-вторых, тут считается, что если обрезать кутикулу, она будет расти. Если ее не трогать, она не растет. Вот я ее поотодвигала, когда приняла себе там душ, ванну. И все. Я постоянно в масле, питание. Поэтому у меня, мне вот такое вот нравится больше всего. И молодежь очень много без маникюров, педикюров. Поэтому люди здесь, в возрасте, да, они смотрят, что им важнее, что им необходимо. Вот. И поэтому, если кто-то хочет поехать в санаторий, узнают, сколько это стоит. Ага, значит, надо где-то тут поднапрячься, где-то что-то поужаться. Значит, лишний раз куда-то там не пойти. При этом никто себя не ограничивает ни в питании. Ну, в любом случае, сохраняют свой уровень жизни, к которому они привыкли. Будет интересно с вами пообщаться в комментариях на эту тему. Особенно про ОС. Знали ли вы, что бывают такие вот смертельные случаи? Я так понимаю, это как афилактический шок у этой бабули был. Но вот видите, всю жизнь прожила и не знала, что у нее такая вот склонность. И сейчас она должна с собой все время носить шприц с адреналином. Не дай бог что, какой-то укус, она должна сразу в ногу себе сделать укол. Но это можно успеть сделать, когда куда-то укусил в руки, в ноги. А если не дай бог в голову, в лицо, в шею, то моментально вот такой вот будет шок с потерей сознания. Спасибо большое, что посмотрели этот сюжет до конца. Кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Каждый день у меня выходят очень разные сюжеты на интересные темы. Ну, а мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня, прекрасного настроения и лучезарных улыбок. Пока! Смотрите, какое красивое небо. Мы выехали из дождя, и сейчас вот погодочка налаживается. Закат впереди. Продолжение следует...